Я вам представляю Сергея Кокшарова. Всем привет. И он с вами будет делить сейчас полезной и нужной информацией. Пожалуйста. Спасибо, Мария. Я, чтобы убедиться, я вроде вижу по индикатору, что все отлично работает. От себя я, правда, не слышу. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня? Да, слышно, Сергей. А, все отлично. Хорошо. Ну, в общем, меня зовут Сергей Кокшаров. Как уже представили, веду блог Дивак.ру, многие меня по нему знают. Но вообще я занимаюсь аналитикой, провожу различные консультации. Ну, в общем, все вопросы, связанные с SEO, занимаюсь. Сегодня уже, ну, тоже следил за конференцией. Много интересных вещей рассказывали. Очень классных таких. Я постараюсь тоже пополнить чем-то интересным. Сегодняшний день в Foxmart. И буду рад с вами пообщаться. Если у вас там возникнут в ходе вопросов, вы обязательно пишите. Сейчас я подключу презентацию. Одну секунду буквально. Так, вроде получилось. Итак, сегодня я хотел бы рассказать или поговорить с вами о работе с малоинформативным контентом на сайте. То есть, что это такое, какие виды, чему он вредит или помогает наоборот. Ну, и если это плохо, то как от него избавиться. Значит, начнем с того, что какие виды существуют малоинформативных страниц на сайте. Ну, во-первых, это какие-то пустые страницы. То есть, мы случайно эти страницы либо не наполнили их контентом, либо он куда-то делся, этот контент, либо это техническая какая-то страничка пустая. Второй вид – это различные дубликаты. Ну, дубликаты могут быть как внутренние, то есть, например, там страница печати, версия для печати, или страничка сортировки, которая дублирует, по сути, основной контент. Ну, и так далее. То есть, внутренних дубликатов может быть много. Есть еще так называемые внешние дубли или там кросс-доменные. То есть, по сути, это копипаст. Это тоже малоинформативные страницы, но с точки зрения поиска, то есть, пользователи, они могут быть полезны, то есть, если вы какую-то статью себе скопировали, то, в принципе, она для пользователя может быть полезна, но для поиска такие страницы уже недостаточно информативные, нету добавочной ценности. Также к малоинформативным относятся страницы с маленьким количеством текста, то есть, допустим, карточка товара у нас, и описание очень небольшое для нее. Ну, и какой-то невостребованный контент. Сейчас посмотрим примеры более подробнее, чтобы было понятно. Итак, пустые странички. Ну, вот пример. На каком-то из сайтов есть раздел, в который, если переходишь, он пустой. То есть, по сути, многие владельцы интернет-магазинов наполняют сайт таким образом, что сначала добавляют категории, они планируют, что здесь у них будет товар, а потом уже наполняют эти категории товара. Ну, это не совсем хорошая стратегия, но, тем не менее, такое происходит, и, ну, следите у себя обязательно, что у вас нет таких страничек. Как это выявить, я попозже расскажу. Или вот пример, когда у нас есть новости, ну, и, по сути, ни одной новости на сайте нет. Есть много таких примеров. То есть, вот тоже крупный интернет-магазин. Есть у него раздела «Работа в Новотек» в Витебске, который тоже пустой. И таких примеров очень много. То есть, на многих сайтах мы можем встретить странички, на которых вообще ничего нет. То есть, непонятное их предназначение. Или вот пример странички с малым количеством текста. Когда есть текст, то есть, в принципе, что-то полезное есть, вот категория, там, Sony PlayStation, но, по сути, там один товар и маленькое количество текста. То есть, для пользователя, может быть, это еще окажется полезным, то есть, может быть, он искал именно это в Sony PlayStation, эту модель, но для поисковика это очень мало текста, он часто его не добавляет в индекс. Или еще один пример, там, с сайтом про дизайн. Или вот еще пример с карточкой товара. То есть, это уже не категория, а карточка товара, где описания, по сути, у нас нету, а есть только номер артикула и название товара, да, что это бантик там металлический и что-то там в ассортименте. То есть, по сути, это никакой информации он не несет. Ну, значит, дубликаты. Вот я пример со своего блога взял, у меня тоже блог не идеален, есть какие-то дубли. Обычно это один и тот же контент, по разным адресам находится. Или вот, например, пример дубликата, который неявный, сначала его сложно определить, он найден был через сопли Google, то есть, дополнительные результаты поиска Google. Эта страничка там находится, но потом оказалось, что просто контент, описание был взят с другого интернет-магазина. Ну, и если пролистать там вниз, на этой страничке, то там, кроме этого описания, в принципе, нет ни отзывов, ни каких-то дополнительных, ни дополнительного текста, ну, то есть, для поисковика это является дублем. Невостребованный контент. Вот пример статьи, то есть, многие сайты технические, ну, не технические, а так скажем, ну, в общем, многие сайты из коммерческих делают себе раздел статей, чтобы, с одной стороны, вроде бы, как бы пользователей можно развлекать таким образом, хотя сомнительная такая методика, а с другой стороны, ссылки проставлять с информационных страниц на коммерческие свои документы. Вот, но если с точки зрения пользователя посмотреть, то эта страничка очень имеет недостаточную ценность, большую, и невостребована. Как это проверить, тоже чуть-чуть позже покажу, и на что это влияет тоже. Или другой пример, сайт про гаражные ворота, там разные аксессуары, и, в частности, вот ручки. То есть мы находимся на страничке, которая, возможно, должна продвигаться по запросу ручки для секционных ворот, и тут только заголовок у нас, в принципе, описывает страничку, есть хорошие картинки, но нету совсем никакого текста. То есть это тоже малоинформативный контент. Чему мешают эти страницы? То есть зачем мы вообще о них говорим? Ну, первое, это, конечно же, они плохо влияют на ранжирование. Чуть позже покажу цитату от самих поисковых систем, тоже как они к этому относятся. Но, в принципе, это понятно, и многие, возможно, из вас сталкивались, что чем меньше технических страниц, скажем, на сайте, чем больше полезных, уникальных страниц с контентом, тем лучше сайт ранжируется по разным запросам. Также это плохо, ну, мусорные страницы, их наличие, они плохи для взаимодействия сайта с роботами, да, то есть когда робот индексирует ненужные вещи и не индексирует нужные, то есть те, которые мы хотели бы продвигать, оказывается, скорость индексации падает из-за того, что у нас просто очень много ненужных вещей, на которые тратит время робот. То есть это тоже можно оптимизировать. Ну, и, конечно же, такие страницы мешают юзабилити, то есть они ухудшают использование сайта, снижают конверсию, соответственно, и снижается доверие. То есть доверие – это такая тонкая штука, которая даже ошибки там грамматические в тексте могут снижать, но помимо ошибок существует много других проблем, вот, например, либо отсутствие контента, либо его маленькая информативность, либо какие-то дубли, то есть это тоже может снижать доверие и конверсии. Ну, и, конечно же, вам сложнее продвигать такой контент. То есть чем он менее уникален, менее информативен, тем сложнее его продвигать. Люди им не делятся ни в социальных сетях, не ставят ссылки, и вам приходится их где-то покупать, где-то имитировать, что людям это нравится. Ну, вот примеры, да, из-за того, что на страничке очень мало полезного текста, первая проблема – это скудные сниппеты возникают в поиске, то есть это тоже может повлиять изначально на кликабельность сниппета, то есть вы можете находиться в десятке и получать одно количество трафика, а можете находиться на той же позиции и получать больше трафика, потому что у вас просто привлекательный сниппет. То есть это сейчас такое трендовое направление, чистить сниппет и приводить его в порядок. Вот, и поэтому одна из проблем, если текста мало, а текст не информативен, то поисковик берет что-то, что ему кажется максимально полезное и, в общем, ставит это сюда. Вот второй пример – страница уходит в сопли. Ну, это понятно, то есть так как это либо дубль, либо ненужное, поисковик не любит индексировать то, что не востребовано пользователям. То есть он либо изначально предполагает, что страничка не будет полезна, ну, то есть что он из-за семантики этой страницы пользователи просто не будут вводить в поиск то, что находится на ней, да, и сразу ее добавляют в сопли. Либо же после анализа этой страницы он понял, что это дубль, либо это еще какая-то, ну, либо ее показатели какие-то плохие, там, например, посещаемость у нее плохая. Ну, по ряду признаков, значит, он ее тоже вставляет в сопли, так называемые. И вот пример, когда индексируется ненужное вместо нужного, да, то есть это требует дополнительных ресурсов, то есть как того сервера, на котором расположен сайт, то есть вы грузите сервер, так и поисковика, да, то есть он тратит какое-то время на индексацию ненужного, и вот в странице может появляться несколько десятков или тысяч ненужных страниц, то есть в индексе может появляться ненужные странички. Вот пример, когда страниц может быть много, то есть более 26 тысяч страниц, только сортировка, ну, и там помимо сортировки можно найти и другие технические странички, которые попали в сопли. Это плохо для ранжирования, да, как я говорил, вот вырезка из нескольких инструкций Гугла, их можно найти на сайте Гугла, погуглить. Ну, и первое, что они говорят, значит, что должно быть качественное содержание, да, и этот контент должен приносить какой-то интерес для пользователей. Ну, и второе, что он не должен дублироваться, ну, и так далее, то есть смысл в том, что контент должен быть нормальным, существуют антиспам-алгоритмы, в том числе акцентирующие внимание на контент. У Гугла это, допустим, Panda, у Яндекса тоже свои алгоритмы. Поэтому чем меньше ненужного, малоинформативного, мусорного контента и больше уникального, хорошего, качественного, тем лучше, в принципе, со всех точек зрения, как с точки зрения поисковой оптимизации, с точки зрения юзабилити и с точки зрения бизнеса, наверное, тоже. Ну, собственно, мы это все перечислили. Можно добавлять социальные кнопки на сайт. Вот тут пример, когда хороший достаточно сайт в Украине по женскому белью, но я не нашел здесь социальных кнопок, и если хочется, допустим, девочке поделиться с подружкой или со своими друзьями ссылкой на эту карточку товара, то здесь возможности такой нет, то есть конверсия снижается в то, что люди поделятся в соцсетях. Конечно же, не все делятся, не все лайкают, там, твитят и так далее, карточки товара, но, тем не менее, какой-то процент это делает и лучше это отслеживать. Также добавление этих кнопок и их отслеживание, сколько людей там лайкнуло, это полезно для того, чтобы дать вам обратную связь, насколько эта страница полезна вообще для пользователей. Если какие-то из страниц, например, лайкают чаще, а какие-то вообще не лайкают, ну, это тоже как косвенный сигнал, что страничка, наверное, не полезна, с ней можно что-то как-то ее доработать, что-то с ней сделать. Давайте посмотрим, как их найти, как эти страницы выявить, что можно использовать, какие инструменты. Ну, я таких основные 4 категории выявил, то есть это через, либо через дополнительный поиск Google, либо различные сканеры, есть бесплатные версии, есть платные, через Google Analytics мы посмотрим, как это сделать, ну, и по различным накопленным метрикам с помощью там, либо вручную, либо разработать какой-то собственный скрипт. Ну, если мы говорим о дополнительном поиске Google, то у него существует, ну, мы называем это основной поиск и дополнительный поиск, или индекс, так скажем. То есть в SEO-шной среде существует разногласие в этом плане, что, допустим, оператор, слэш-амперсанд, вот который в конце стоит, что он вообще имеет какой-то смысл. Но, тем не менее, вот если разделить вот этот нижний оператор на две части, сайт, двоеточие, вебсайт.ру, и то же самое, но с амперсандом, то у нас совершенно две разные выдачи получится. И в одной из них это весь индекс, а во второй только основной, то есть тот индекс, по которому происходит поиск. Соответственно, если мы получим два массива, и в первом будет весь индекс, во втором только основной, то вычесть из первого второй получится дополнительный индекс. То есть как раз то, что нам интересно, это сопли. У меня есть скрипт, я его немножко позже планировал выложить на блоге, вот сейчас это можно написать вручную, то есть алгоритм несложный, ну и после запуска, значит, получается какой-то ряд страниц. Потом уже можно анализировать, почему эти страницы попали в сопли. Либо это технические дубли, либо это просто малое количество контента, либо по каким-то другим причинам, там копипаст, либо у вас своровали, либо вы своровали, ну и так далее. То есть можно использовать Google как инструмент. Второй вариант – это различные парсеры. То есть можно использовать Xeno, называется XenoLinksLeo, то есть как-то так и называется. То есть введите Google, это бесплатная программа. Второй вариант – это Netpeak Spider, тоже бесплатная программа. Ну и третий вариант – Screaming Frog. Это уже платная программа, но у нее там какие-то ограничения есть, можно бесплатно на каких-то ограничениях использовать. После того, как вы сосканируете ваш сайт, достаточно просто отсортировать результаты по размеру документа. Там будет такая колоночка «Размер документа». Либо в символах, либо в словах. И вы сможете увидеть, какие документы меньше всего веса имеют по размеру, какие больше всего. И уже потом, переходя по этим страничкам, будет понятно, информативно они или нет. Но, скорее всего, если вот большая разница, как здесь, либо это 2000 символов, либо 3, либо 23. То есть это существенная разница между страничками. Ну и первая десятка – это, конечно, не информативные странички. Третий способ – это использовать Google Analytics. Google Analytics предоставляет множество отчетов. Смысл в том, чтобы найти отчет, где можно посмотреть страницы входа и отсортировать их по показателю отказов. Но если вы просто зайдете в странички входа и отсортируете по показателю отказов, то у вас там появится много технических моментов, ненужных, поэтому я рекомендую еще добавить фильтр. Сверху там добавляется фильтр и установить количество сеансов там за месяц, допустим, больше 10, как я поставил в этом случае. То есть количество сеансов больше 10 и сортируем по показателю отказов. И в самом верху мы получаем, ну то есть отсортированный такой список, где сверху вниз идут странички невостребованные. Ну или, скажем так, от которых идет люди уходят. И дальше уже можно анализировать, почему они уходят, присутствует ли здесь контент, который они ожидают, или можно что-то добавить, или эти странички уже устарели, может быть товара нет в наличии, а может быть цена старая, а может быть она вообще не указана. Ну то есть дальше уже нужно анализировать и думать, что с этими страницами делать. Но по сути вот такой вот метод можно использовать, тоже очень помогает. Ну и использовать другие метрики, вот как мы упоминали, допустим, социальные метрики, чтобы не делать вручную, не проверять каждую страничку, можно поставить себе какой-нибудь плагин или вот использовать инструмент quicksprout.com, где будет вкладочка социальные метрики. Ну и после анализа сайта этот инструмент покажет, на какие из ваших страниц какие социальные сигналы присутствуют. Можно там сортировать это все дело. Ну и по результирующей табличке уже смотреть, что, например, на категории там могут быть лайки, твиты и так далее, на какие-то карточки товара, если это интернет-магазин, или, допустим, информационный проект там со статьями. То есть легко оценить, какие статьи более всего востребованы или там товары и так далее. Ну и думать уже, как это можно оптимизировать. Сюда же можно подключать, то есть я рекомендую не одну метрику использовать, например, там социальные и там показатели отказов, а собрать, допустим, список страниц сайта, которые вы хотите проанализировать, и для них вот различные метрики собрать с интернета. То есть сколько там социальных сигналов, сколько посещаемость, сколько отказов, какое количество контента на страничке. А потом суммировать эти ранки и уже отсортировав, вы получите либо самые значимые страницы на сайте, либо самые малозначимые. Ну и для себя определить какую-то границу значимости, это будет понятно интуитивно, и все малоинформативные странички уже удалять, либо как-то преобразовывать. Что можно делать с этими страницами? Ну, конечно, нужно проводить чистку, оставляя самое нужное. То есть алгоритм такой, как принять решение, удалять или не удалять. Если страничка не нужная, то есть вы видите, что это техническая, например, страница, либо раздел, который в ближайшее время не будет востребован, вы его не планируете наполнять, то нужно удалить это с сайта, отдавать 404-й код статуса, чтобы робот понял, что здесь не существует ничего. Но после этого обязательно убедиться, что никаких ссылок не стоит внутренних на эти страницы, ну или там внешних, если вы ставили где-то, потому что может получиться ситуация, что у вас панель для веб-мастеров будет выдавать 404-е ошибки, показывать. А если вы удалите эти ссылочки, то в принципе будет все нормально. Ну и после этого можно удалить сайт из индекса через панель для веб-мастеров, опять же, вернее не весь сайт, а только те страницы, которые вы удалили. Вот такая чисто может быть. Если же вы видите, что эти страницы нужны, например, это была карточка товара, на которой просто была старая модель, и вы решили, ну так как ссылки могли уже быть обратные, там или еще какие-то сигналы дополнительные, то есть в принципе страничка важная, на ваш взгляд, вот вы можете ее оставить и наполнить чем-то новым, да, новым контентом, может попросить клиентов вставить отзывы об этом товаре, чтобы еще была какая-то добавочная ценность на странице, добавочный контент, вот это будет намного лучше, чем оставлять ее в прежнем виде. Если мы говорим о дублях, ну, то нужно сначала определить, какие это дубли, если это внутренние на сайте дубли, то можно либо редиректом их склеить, либо тегом «Ariel canonical». Если вы раньше не сталкивались с этим, почитайте про эти способы, про тег «Ariel canonical». В принципе, дубли легко убираются, но если вы еще какими-то техническими вещами обладаете, можете там CMS настроить. Если не можете, там кого-то попросить это сделать. Если это кросс-доменный дубль, то есть копипаст, ну, то, конечно, нужно удалять. То есть нельзя так просто оставлять копипаст, нужно удалять, либо делать рерайт, либо преобразовывать, ну, в зависимости от бизнес-целей, которые стоят перед этой страницей. То есть, как я уже говорил, оцениваем ценность страницы с помощью ряда факторов. Смотрим социальные сигналы, посещаемость, показатель отказов, там, сколько может быть конверсий генерирует эта страничка. То есть все суммируйте и смотрите. Если у вас сайт, допустим, имеет там 10-20 страниц, то, в принципе, эта работа небольшая, ну, и, скорее всего, вы уже сами знаете, какие страницы важны, какие нет. А бывают просто сайты, где, то есть эта методика больше подходит для сайтов, у которых там более сотни, более тысячи, а может быть сотни тысяч страниц, когда сложно вообще так на первый взгляд просто полистать, походить по сайту и понять, что с ним там, может быть, что-то не в порядке. Для этого вот полезно вот такую методику провести. Ну, и небольшой кейс в конце, это охотничий интернет-магазин, то есть в какой-то момент мы почистили все, ну, убрали и склеили все дубли, убрали все ненужные странички, на тех, которые были с таким плохим контентом, мы его отрератили, добавили картиночек, вот, и буквально, то есть здесь изображен график, это поисковый трафик, поисковый, ну, суммарный, из Гугла, из Яндекса. Вот, буквально сразу же какой-то рост почувствовался, ну, и вот он в течение двух месяцев увеличился, ну, там, ненамного, но чуть-чуть увеличился, то есть это как бы дополнительная такая, ну, то есть это дало нам знать, что это действительно влияет на ранжирование и этим нужно заниматься. Ну, а помимо того, что на ранжирование, да, то есть, как мы уже говорили, то есть это влияет и на доверие, и на конверсии. Вот, надеюсь, эта информация и методика вам понравилась. Если есть какие-то вопросы, давайте я на них отвечу прям онлайн. Так как у нас есть еще время, я так полагаю, полчаса, мы можем пообщаться по вашим вопросам. Так, извечный вопрос, как по мне сменить CMS? Нет, это не мне вопрос, наверное. Как убрать дубли с Joomla? Ну, от специфики CMS зависит, да, то есть желательно обратиться к специалисту, который с этой CMS-кой работает, например, вы знаете, что кто-то по Joomla специализируется, или там по WordPress, или еще по какой-то CMS, который вы используете, вот, и у него уже попросить. Но прежде чем их убирать, их нужно найти, да, то есть нужно сначала определить, что именно убирать, вот, а потом просто написать им в ТЗ, что нужно такие-таки-таки шаблоны. Это значит удалить, это склеить, а это там оставить мы изменим. Вот, и программист, в принципе, уже все сделает. Так, почему именно Ampersand? Не знаю, почему именно Ampersand, то есть это вопрос про оператор запроса в Гугле, вот, экспериментальным путем было найдено, то есть как уже ниже ответили, то есть там может быть несколько вариантов, можно точку вводить, можно еще какие-то символы. Уважаемые оптимизаторы, можно ли в Title добавлять регион к каждому товару? Немножко не по теме вопрос, да, но давайте тоже рассмотрим, раз он есть. В Москве, Санкт-Петербурге доставка опты. Добавлять регион, в принципе, можно, почему нет, если это, допустим, не 4, не 5 регионов, когда мы продвигаем по нескольким, мы хотим быть везде в топе. Вот, один, два региона часто используются, там, в Москве и Санкт-Петербурге, что-то продают. Но, опять же, если запрос, связанный с топонимом, он не очень конкурентный, то можно в Title вообще не вставлять, просто в тексте упомянуть, что адрес у вас там Москва, Петербург, там офисы. Вот, если запрос, конечно же, конкурентный, вот купить ортопедический матрас, но нужно это оценить в Москве, то тогда уже в Title, конечно, это будет плюсом. Так, сайт около 1200 страниц, около 300 страницы, которые добавляют пользователей для фотоконкурсов. На одной странице небольшое описание, 200-300 символов. Фото от пользователя. Трафика страницы почти не собирают, тем не менее, это вроде как бесплатный контент, обновление сайта. Стоит закрыть их от индексации? Хороший вопрос, спасибо. Это Ваня Попов задал. То есть, если вот такие странички, которые юзеры генерят, что с ними делать? Тут нужно придумать им какой-то шаблон. То есть, не нужно их удалять или закрывать, это полезный действительно контент, но тут нужно как-то его сгруппировать, либо просить пользователей, чтобы они составляли заголовок для своей фотографии, может быть, небольшое описание. Вот, это же описание вы можете вставлять и в мета-дескрипшн. Либо же, ну, вручную вы сами этого делать не будете, потому что контента может быть много, либо же группировать эти странички. Например, они ставят теги, вы им предлагаете, по каким тегам фотографии рассортировать, и тогда вы добавите уникальное описание уже на странице тегов, а там уже будут группироваться фотографии. То есть, это нужно как-то обыграть так, чтобы для поисковика этот контент тоже был важным. Если это просто фотографии на отдельных страницах, то это, конечно, не очень хороший контент. Они не подписаны текстом, вы даже в поиске по картинкам не будете ранжироваться, потому что поисковик может не определить, что находится на картинке. Но если будет какой-то текст, заголовки или описание просто для картинки, это уже многое даст. В принципе, так можно делать. Следующий вопрос. Скажите, real canonical нужен страницам с погенацией? Часто вопрос задают. Не нужен canonical страницам с погенацией, потому что canonical предназначен для дублей. Погенация – это не дубли. Но, с другой стороны, если у вас есть, допустим, вместе с погенацией страничка, где представлены все товары или там все статьи, то есть страничка, где пейджинга нету и там вся тысяча элементов, ну, может, не из тысячи, а может, сто, вот, и тогда можно сделать real canonical на нее, в принципе. То есть даже поисковики такой вариант предлагают. Но если у вас такого варианта нет, то canonical здесь не нужен. Так, если нет, то нужно ли убирать из индекса страницу со всеми товарами сразу? А, то есть если у вас есть такая страница, вот как раз то, о чем я сказал, то на нее делайте canonical, да, и не нужно ее убирать, просто она одна и останется в индексе. Вопрос. Повлияет ли на ранжирование коммерческих запросов повышение общей посещаемости сайта за счет информационных запросов? Ну, сама посещаемость, конечно, то есть тут несколько косвенных факторов. Во-первых, у вас появляется контент на сайте, то есть это один сигнал поисковику, что сайт постоянно развивается, на нем появляются новые страницы. Второй сигнал, что тут действительно повышается посещаемость. То есть это тоже важный фактор для поисковика. Чем сайт популярнее, посещаемый с разных источников, а директ трафик, тем тоже он может поднять его авторитет этого сайта и таким образом подняться ранжирование и по коммерческим запросам. Ну, и с информационных статей вы можете, конечно же, ставить ссылки на коммерческие свои продукты. Так, canonical точно помогает склеить странички и удалить таким образом дубли. Ну да, canonical и помогает. В интернете все написано. Google поиск вам в помощь. Да, в интернете много всего есть, но мы здесь собрали, чтобы какие-то конкретные вопросы обсудить. Так, Сергей, вопрос банальный. Возраст сайтов. С какого возраста имеет смысл продвигаться? Ну, смотря, что вы поднимаете под словом «продвигаться». То есть если это покупать ссылки, то, наверное, первый год вообще не стоит никаких ссылок покупать. Если они только не появляются, естественно, там из каких-то обзоров, пресс-релизов, может, на форумах вы поставите. Ну и дальше от выбранной вами стратегии все зависит. Если вы хотите в сапе закупаться, ну, не знаю, я не рекомендовал бы вообще это делать, но тем не менее иногда приходится. И если приходится, ну, не меньше, чем через год, чтобы сайт набрал какой-то авторитет. Так. Как поисковики относятся к наличию ссылки на страницы на саму себя? Да, интересный вопрос. Спасибо, Евгений. Эксперимент проводили мы недавно. Вот ссылка на саму себя, к сожалению, не работает. Вот об этом можно почитать, ну, у меня на блоге. Да, загуглить, найти статью с экспериментом. То есть ссылки на само себя не работают. Как удалить сопли, которые не выдает Google? То есть Google выдает, что 194 страницы скрыты от выдачи, а я их открываю, но эти 194 страницы так и не выдает. Ну да, то есть вы не получите все страницы, которые находятся в соплях Google. То есть там может находиться несколько там, либо сотен, либо тысяч страниц, а вы можете найти только там десяток. Но то, что вы найдете, это должно послужить отправной точкой. То есть вы уже будете знать какие-то шаблоны. То есть это как наподобие, когда мы отправляем в Google запрос на перепросмотр, и он нам присылает, что еще не все сайты, не все ссылки хорошие, и вот вам примеры плохих. То есть уже на основе их мы делаем какие-то выводы. То есть так же и с соплями. То есть мы видим, что страницы погенации там, ага, значит, что-то нужно сделать. Там, наверное, контент дублируется. Смотрим, что страницы сортировки в соплях. Значит, нужно склеить, нужно все страницы сортировки на основную выдачу. Смотрим там, что страницы для печати, ну и так далее. То есть нужно выявлять какие-то шаблоны, а потом уже от них отталкиваться. Даже если это не какие-то технические вещи, а, допустим, статьи, то вам нужно определить какой-то алгоритм, почему эта статья, ну не алгоритм, да, а какой-то такой реверс-энжиниринг сделать, и определить, почему эта статья попала в сопли, вот, что послужило причиной. Ну и когда найдете причину, вам не нужно будет получать все сопли, а достаточно того, что вы знали. Следующий вопрос. Можно ли на разных уровнях создавать страницы товаров, которые отличаются только одной характеристикой, например, длина кабеля? Ну, создавать можно, но не рекомендуется, да, то есть есть, да, товары, которые отличаются там одним каким-то показателем. Вот длина кабеля, там, цвет, платье, размер и так далее, то есть это все, по сути, можно пользователю дать выбрать в одном выпадающем списке. Там, например, выбрал модель кабеля такую-то, а тут вы ему на одной и той же страничке даете выпадающий список, а какую вам нужно длину, и он выбирает. То есть это будет более логичный способ, как и для пользователя, более удобный, не нужно искать там, на какой странице нужная мне длина кабеля, так и для поисковика, в принципе, тоже. Это тоже было бы правильно. Потому что вам сложно будет написать уникальный контент для всех этих длин кабелей. Следующий вопрос. На сайте было много страниц погенаций, больше 200 на каждой категории. Увеличили количество товара на странице, количество страниц погенаций сократилось. Теперь в панели в мастерах Google Lab больше 5000 старых страниц погенаций с кодом 404. Это критично, и что с этим делать? Ну, если странички отдают 404, и у вас нету на них ссылок, в принципе, они сами отпадут. То есть Google постепенно переиндексирует сайт. Просто для больших сайтов Google, ну и вообще Яндекс, они медленно их переиндексируют, ну так как страниц много, поисковик один. Вот поэтому он их переиндексирует медленно, и нужно подождать. Но если вам не терпится, вы можете через панель вебмастера их удалить, в принципе, вручную, посидеть там денечек. Можно так поступить. Ну или кого-то попросить своих друзей, чтобы они тоже поудаляли. Так, вопрос. Надо ли для проектов на 5 услуг сразу готовить площадку под большую семантику на будущее? Я так понимаю, в структуре, да, закладывать какую-то семантику, то есть категории дополнительные. Ну то есть это все, конечно, нужно проектировать и закладывать, но не сразу выкатывать в релиз. То есть если вы запланировали, что у вас на сайте будет там 15 категорий, ну или там 115, но сейчас вы пока можете наполнить только 10, то вы просто открываете 10, а те 15 у вас где-то в админке есть, но они скрыты. Вот такой вариант можно. Поисковик увидит только полезный контент. Следующий вопрос. Если у интернет-магазина не уникальное описание товаров, то лучше его с карточки товаров, а убрать вовсе и добавить небольшой шаблонный текст, б закрыть Ваякс, чтобы он не был виден пользователем, но виден в оставить. Александр, его лучше оставить, конечно, но при этом добавить что-то еще. Возможно, личный текст, описание, возможно, еще где-то взять информацию, ну то есть не с одного источника, с разных источников собрать информацию, может быть, о характеристиках, об отзывах, добавить отзывы на эту карточку товара. То есть, конечно, его лучше оставить, потому что пользователям он нужен, и поисковикам он нужен. Ну и поисковики для интернет-магазинов понимают, что все берут текст с одного источника. Но между этим все равно существуют алгоритмы, которые группируют результаты поиска. Поэтому нужно оставить, но при этом чем-то ценным разбавить. Сергей, не по теме вопрос, дает ли в наше время выхлоп руки с ее пульт и прочие сервисы для продвижения? Есть ли вариант закупок, ссылок, поинчин, чей запросов в них? Ну, я ничего не могу сказать, дают, не дают. Судя по тому, что они живут, ими пользуются, и они, в принципе, эти сервисы, наверное, что-то дают. Наверное, стоит экспериментировать, но есть много таких кейсов, вот и у меня с клиентами, когда просто за счет использования автоматических продвигаторов, не продвигаторов, а агрегаторов, автоматических агрегаторов попадали люди под различные санкции. Ну, в основном в гугле, там, за переспам ссылок и так далее. Поэтому мы уже несколько лет с коллегами не рекомендуем использовать автоматические какие-то сервисы. Если вы даже прибегаете к чьим-то услугам, то нужно режим ставить ручной и все контролировать полностью, чтобы вы понимали, где что закупается, чтобы не было такого, что на сайт про кубики рубики, да, магазин, ссылка была с медицинского учреждения, вот, или там на сайт, как обычно говорят, с пластиковых окон, там, на дизайн мебели, например. Подскажите, пожалуйста, а можно редиректы ставить с дублей джумлы? Ну, дубли клеить можно редиректом, да, то есть мы об этом говорили, либо 301 редирект, либо real canonical. Скажите, изменилось ли что-то в ранжировании Google? Раньше страницы некоторые были в соплях, теперь количество проиндексированных страниц просто стало меньше. Не могу ответить на этот вопрос, я не знаю, честно говоря, что там в Google на этот счет произошло, вроде никаких изменений таких не было, вот, но на форуме нужно тему поднять, обсудить, да, возможно, я о чем-то не знаю. Следующий вопрос. Если отзыв об одной статье товаре больше, допустим, 200, то есть отзывы разбиваются на две страницы, и получается псевдодубль. А, я понял, статья разбивается на две странички, да, такая частая штука, особенно в WordPress так делает. Статья на них одинаковая, а спицы отзывов разные. Нужно ли закрывать вторую, третью страницу отзывов? Закрывать не нужно, но вот в данном случае хорошо использовать realcanonical, то есть как раз вот канонический тег для таких вещей и предназначен. То есть вы статья разбитая где по отзывам, канонический тег ставите на первую статью, вернее, ну, на самую первую страничку, вот, и все будет в порядке. Так, еще какие-то вопросы? Сейчас я листаю. Вопрос такой, сайт магазин около 10 тысяч страниц в индексе, контент на карточках в основном не уникальный, из других источников. Сделали оптимизацию базовую в Яндексе, позиции вылезли в топ-10, а в Гугле дела не идут, в основном даже топ-100 не видно, хотя по запросу с амперсандом 90% в основном в индексе. Что делать, чтобы в Гугле подняться, переписывать контент, удалить контент, оставить? Ну, в общем, вопрос понятен, да, почему в Яндексе вроде все нормально, а в Гугле все плохо. Тут вот сходу так не ответишь. Нужно проводить анализ, то есть смотреть на разные вещи. Тут может быть дело не в контенте, может быть в авторитете сайта, может быть там в ссылках. То есть можно подойти комплексно и улучшать с разных сторон, то есть и текст переписать, и то, и другое сделать. В любом случае это даст эффект. Но чтобы не распыляться на все подряд, можно провести эксперимент. Это очень хорошо, и многие так делают. То есть на одном разделе вы переписали контент, там где-то страничек 10, вы здесь переписали контент, на другом вы ничего не переписывали, а там, допустим, поставили хороших на них ссылок. На третьем разделе что-то еще сделали, и через время вы посмотрели, какой из разделов к какому результату привел, где увеличился трафик, где что-то изменилось, другие показатели, то есть какие-то метрики нужно замерять. И таким образом вы уже будете знать, что именно вам нужно для того, чтобы решить проблему. То есть это хороший способ, чтобы не прибегать к услугу аналитиков. Как удалить дубли страниц, которые образовались с помощью фильтров на коммерческом сайте? Страниц на сайте NetPix 75 тысяч, из которых около 25% это дубли, причем не имеющие ЧПУ. Да, хороший вопрос насчет дубли из фильтров. Но здесь ответ такой, что нужно грамотно проектировать фильтры, то есть нужно закрывать ненужные вещи в фильтре, открывать только нужные. Другого выхода нету, то есть просто закрывать с помощью Аякса, с помощью, ну, робот здесь не поможет, с помощью метатегов. Просто не генерировать ЧПУ, не генерировать адреса для этих страничек фильтров, а генерировать адреса только для важных страниц, остальное все закрывать. То есть грамотно как-то его настроить, это достаточно сложный процесс, особенно если многоуровневая фильтрация. Но тем не менее, это нужно как-то продумать сначала, то есть тут такая задача не на один день. Отзывы на карточки с товаром увеличивают уникальность страницы? Да, отзывы на карточки с товаром увеличивают уникальность страницы и улучшают ее ценность в глазах поиска и ранжирования. Так, еще один вопрос. Нужно ли закрывать страницы погенаций от индексации? Так, это было, да, не нужно их закрывать. Если закрывать... Артем, это Артем написал вопрос. Артем, посмотрите в записи, там мы отвечали на этот вопрос. С погенацией ничего закрывать не нужно, только если у вас есть общая страница со всеми товарами, статьями, вот, вы можете на нее сделать канонический тег. Да, и вот тут еще рекомендуют realnext, realpref, то есть это те теги, которые сейчас Google поддерживаются, и Яндекс тоже в скором времени будет поддерживать. Вот, нужно их использовать для погенации. Сергей, интересно ваше мнение. Яндекс учитывает сейчас ссылочный фактор ранжирования, а именно покупные ссылки через сейв. Стоит ли использовать ссылки как один из методов продвижения? Инга Василенко спросила. Инга, спасибо за вопрос. Ссылки действительно имеют ценность, то есть они по-прежнему ценные. Тут неважно, не зависит от инструмента, который вы используете, там, сейв или там еще какие-то инструменты. То есть они могут быть найдены вручную, могут через биржу. Тут все зависит от качества площадки, от ее тематической близости к тому сайту, который вы продвигаете, ну и от ценности того документа, на котором вы размещаете ссылку. Если этот документ посещают, читают, лайкают, на него есть ссылки, то, конечно, такая ссылка всегда будет иметь вес и учитывается как Яндексом сейчас, так и Гуглом. То есть такой вот вопрос. Сколько Яндекс клеивает по времени домены? Сложный вопрос. Насколько я помню, они у себя в хелпе писали, что это занимает время от двух месяцев. То есть может сейчас быстрее. То есть зависит от зеркальчика ихнего. То есть если мы домен новый приобрели, или там у нас несколько доменов, и мы переклеиваем, то там месяц-два как минимум. А там придется ждать, может быть, и побольше. Следующий вопрос. Мы полностью отказались от агрегаторов, перешли на статейное продвижение. Мало ссылок, дорого, но очень качественные площадки. И результаты хорошие. Минус ссылочная масса маленькая. Как вы относитесь к данной методике? Хорошая методика, да, ссылочная масса не обязательно должна быть большой. То есть мы сейчас уже много примеров видим, когда в топе присутствуют сайты вообще без ссылок, причем и в конкурентном топе тоже бывает такое. Вот поэтому, в принципе, методика имеет право на жизнь. Не будет ли блочить Google санкциями, если на сайте много статей с одинаковыми ключевыми словами? Да, у него Google Panda как раз вот много факторов учитывает. И в том числе, если там списки ключевых слов или статьи вообще на одинаковые темы, только разными словами, да, ну, как синонимайз. Вот, но все зависит, конечно, от многих факторов. Если эти статьи нравятся пользователям, они посещаемые, на них есть там лайки, не знаю, твиты, то, в принципе, я думаю, никаких претензий у Google не будет к таким страницам. В индексе Google 400 страниц, из них 100 не могу найти в самом Google. Как быть? Если эти 100 страниц очень важны для индекса Google, вы считаете, ну, тогда нужно посмотреть в панели для мастеров. Посмотреть, откуда на них ссылки идут и так далее. То есть, ну, нужно какой-то анализ провести. То есть, здесь однозначно ответа не могу дать. То есть, нужно провести анализ и потом для себя решить, что делать. Как-то их, да, как-то их надо загнать, если не важно. А если не важно, и наоборот, скрыть, чтобы, не дай бог, Google их не обнаружил пока что. Так, вопрос. Как ускорить индексацию страниц, чтобы быстрее весь сайт зашел в индекс? Ну, есть статья на эту тему, там много способов, как ускорить индексацию. Тоже на моем блоге можете поискать. Ну, если коротко, то ссылки с посещаемых ресурсов. То есть, это может быть даже одна ссылка просто с очень посещаемого ресурса, трафиковая. Где-то в новостях, там, допустим, вас опубликовали, все пошли смотреть, а что это за сайт? Вот, он сразу же попадет в индекс. Ну, и все странички, там, второго уровня тоже попадают в индекс. То есть, как бы, стат вес такой временно увеличивается. Также добавлять водорилки можно, можно добавлять какой-то контент. Ну, то есть, поисковику неинтересно индексировать страницы, где там мало контента, либо там мало информативные, о которых мы сейчас как раз говорили. Вот, но если это нормальные странички, то достаточно, там, нескольких ссылок посещаемых, и все, и сайт быстро будет заходить в индекс. Вопрос, стоит ли загнать ссылки, или лучше, естественно, индексация? Ну, тоже от объемов зависит. Если это небольшой сайт, ну, он быстро проиндексирует, там, пару недель подождать, ну, может, месяц. Вот, если это большие объемы изначально, ну, тут неправильно была построена стратегия, да, развития сайта. То есть, нужно было сначала добавлять статьи потихонечку, потихонечку, и он был рост постепенно. А так вы сразу выкатили там с тысячей статьями сайт. Конечно, теперь интересно загнать все в индекс. Вот, но тут, наверное, да, надо где-то ссылки поставить на основные разделы. Ну, такие, чтобы за эти ссылки не забанили вас. Вот, и все было нормально. Так, спасибо, Сергей. Вам спасибо. Как вы относитесь к программе FastRust? Ага, я сегодня видел ваши вопросы про FastRust. У каждого, наверное, спрашиваете. Я нормально к ней отношусь, да, то есть, любой инструмент, к любому инструменту я отношусь нормально. Главное, понимать, в каких ситуациях он может помочь, да. В своей работе, да, FastRust я использую достаточно часто. Особенно, когда оцениваю какие-то сайты, ну, либо это доноры, либо, ну, когда, да, нужно оценить какие-то площадки. Вот по FastRust, в принципе, методика тоже была взята изначально с моего блога. Ну, я так думаю, наверное. Там, конечно, другая формула используется, но, тем не менее, FastRust хорошая штука. Почему бы не использовать? Сергей, подскажите, пожалуйста, если сайт молодой, менее года, помимо получения естественных ссылок, можно использовать статейное продвижение? Ну, используйте, да, но смотря, что вы поднимаете под статейное продвижение. То есть, есть статейное продвижение, да, есть статейный маркетинг. И в Урнете какое-то время был популярен метод, когда одна статья там рерайтилась, из одной статьи делали 100, вот они были все уникальны с точки зрения технической, там, частотные словари и так далее. Но, ну, а потом эти статьи там прогонялись по разным базам, и это называли статейное продвижение. Если вы то же самое хотите сделать, ну, я не рекомендую, особенно для молодых сайтов, это такой рискованный метод. Если вы под статейным продвижением понимаете, что вот вы нашли статью или там заказали, чтобы люди написали на эту тему и сослались на вас там, и это была полезная статья, с которой вы получите трафик, тогда, да, этот метод можно вообще использовать с нуля. То есть, неважно, сколько сайтов, месяцев можно использовать. То есть, сомнительные методы вообще желательно не использовать. Ну, то есть, Юрий, вы понимаете, да, вещи есть полезные для SEO, а есть полезные, в принципе, для всего. И для SEO, и для изобилити, и для конверсий, и там, ну, и много плюсов. То есть, желательно убивать сразу несколько зайцев. Только чисто для SEO что-то делать, это уже, как бы, такой прошлый век. Слабо эффективно. Если настроить редирект всех страниц с одного домена на другой, долго ли будет выдача старой сайт? Зависит от его объемов. Ну, и если поисковик, ну, то есть, как часто поисковик на него заходит, переиндексирует, вот, как только переиндексирует, сразу старый сайт пропадет. Вопрос. У меня часто при продвижении выдачи попадает сразу 2-3 страницы по высококонкурентным запросам, но обычно в топ-20. С чем это связано? И как сделать, чтобы была одна страница, но выше? Тут я не совсем понял вопрос. Так, еще раз прочитаю. При продвижении выдачи попадает сразу 2-3 страницы по высококонкурентным запросам. То есть, у вас несколько релевантных страниц, насколько я правильно понял. Нужно с этим бороться, нужно, чтобы каждая страница имела свою цель, да, и была заточена под свои ключевые слова. Если у вас несколько страниц про одно и то же, ну, тогда нужно их как-то, не знаю, с этим нужно разобраться, оставить только одну, а другие ориентировать на другие запросы. Есть интернет-магазин строительных материалов. уже через три месяца у нее было 600 посетителей. Думаю, так, из большого ассортимента. Но весь контент был автоматически сгенерирован под товарным карточком. Работал сайт хорошим образом, потом попал под фильтр. Можно было ли быстро продвинуть такой сайт, если не генерировать ничего? То есть, можно сделать 600 человек. Ну, да, то есть, раньше использовали такие методы, ну, это как такой дарвейный эффект, да, когда мы, поисковик индексирует новый сайт, документ, он его сначала оценивает текстовые факторы и может добавить в индекс, и он там может существовать какое-то время. Потом он эти факторы, дополнительные факторы оценит, там, хаппи-паст, там, допустим, наличие ссылок и так далее, то есть, много еще дополнительных факторов и со временем, да, сайты пропадают. И если раньше можно было нагенерировать всяких разных вещей, то сейчас эта генерация в индексе долго не держится, то есть, сайты попадают под фильтры. Но в целом продвинуть, ну, если ничего не генерировать, а сделать сайт там с уникальным контентом, сегодня об этом уже говорили, то продвигать его несложно, он и в индекс хорошо попадает, и трафик неплохо дает. Ну, здесь главное, ведь вы должны понимать, да, что трафик зависит не только от позиции там сайта или вот ссылок, да, которые мы на него ставим, но прежде всего от той семантики, которую мы используем на страничках этого сайта, от конкуренции этой семантики, то есть, насколько те запросы, которые на страницах расположены, насколько они конкурентны, ну и так далее. То есть, здесь много факторов, что трафик может привести, но в целом, да, это реально. Почему нет? Так, нужно ли накачивать коммерческую страницу различными другими тематическими словами и синонимами? Задача продвинутый по коммерческим конверсионным запросам, но мнение с сотрудниками расходится. Я считаю, что полезно. Тут такие тонкие вопросы пошли, и давайте я сначала отвечу на общие, наверное, а тут я постараюсь потом в комментариях оставить ответ, в комментариях оставлю. Как продвигать лендинги? Лендинги продвигать сложно, потому что это сайт с одной страницей, и для поиска он менее значим, чем сайты с множеством страниц на ту же самую тему. Но в топе мы все равно можем встречать лендинги, там по разным запросам лендинги встречаются, но все зависит от конкуренции. Если конкуренция высокая, посмотрите, кто в топе находится, и реально ли вообще туда пробраться. Лендингам будет очень сложно. Продвигать их нужно только контекстом, наверное. В Google страницу можно проиндексировать мгновенно, посмотрев как Googlebot. А, ну да, это не вопрос, это рекомендация, согласен. Так, XTool, как вам, можно опираться на его показатели? XTool, ну да, можно в каких-то случаях, можно опираться. Ну, я XTool не пользуюсь, ну, наверное, никогда не пользовался. Так, я тестировал некоторые вещи. Вот, чем-то он мне в то время не понравился. Не знаю, нужно его посмотреть еще раз, может он за какое-то время изменился. В принципе, фаст-трастом мне хватает. Где и как искать площадки для размещения естественных ссылок? Вручную искать, то есть вводите в поиск, допустим, вы там доставкой цветов занимаетесь. Ищите тех, у кого там сегодня день рождения. Или ищите, кто пишет, что хочу подарить своей девушке цветы. Там порекомендуйте, либо где взять, либо какие цветы, либо кто дарил, там, как там букет оформить. Ну, то есть какие-то такие вещи нужно искать, где люди спрашивают, и там оставлять ссылки. Не обязательно ссылки на коммерческие ваши странички, там, на карточки товара. Можно размещать ссылки на ваши статьи, если у вас есть на сайте статьи. Если нет, то быстренько написать за один день то, что вы нашли, что будет полезно пользователю. Написать быстренько статью и на нее поставить ссылочку уже там, где вы нашли. То есть это называется краудмаркетингом, когда не вас ищут, а вы уже ищите конкретных клиентов, потенциальных клиентов, и уже ставите там ссылку. Эти ссылки хороши тем, что они выглядят более естественно, по ним переходит трафик, за них модераторы не банят, а только рады, что вы помогли пользователям ответить на вопрос. Вот такой метод можно использовать. Сергей, такой вопрос. На автомобильном сайте в Яндексе периодически сменяется релевантная страница по нескольким запросам, в результате чего запросы выпадают из топа на пару апдейтов, потом возвращаются. И так периодически бывает все время, релевантность меняется. В чем может быть проблема? Ну, это тоже такой очень специфический вопрос, нужно смотреть на сайт, нужно анализировать. То есть общими словами я не скажу, в чем проблема. Так, напишите адрес вашего блога. Адрес моего блога написан вот на слайде внизу, это divaka.ru. Или вот, например, на этом слайде. А, да, то есть уже написали. Так, расскажите, пожалуйста, немного о микроразметке. Насколько принципиально ее внедрять в интернет-магазин при условии, что каждая карточка товара в нем сопровождается тегами, метатеги проявиться и так далее. Ну, микроразметка вообще полезная штука, ее нужно внедрять. Если вы видите какую-то пользу, да, ну, то есть специфика магазина позволяет, потому что для многих магазинов микроразметка, в принципе, ну, ничем не помогает сейчас. Потому что не все форматы поддерживаются, там, Яндексом или Гуглом. В Яндексе, например, есть хорошая разметка, там, для автомобильных, насколько я помню, сайтов, там, для сайтов рецептов и так далее. Если вот у вас есть тематика сайта такая, что, ну, для нее есть микроразметка специальная, то, в принципе, нужно использовать, да, это помогает. Остальное, ну, нужно пробовать. Остальное пробуйте, если это будет на какие-то показатели вашего сайта влиять, там, на конверсии, на кликабельность, то, да, нужно использовать. Но в целом тренд хороший, микроразметка, я думаю, будет только популярнее и популярнее, так как это, ну, с юзабилити напрямую связано. Как сателлиты двигать, так, это не ко мне вопрос. Влияет ли реклама Яндекса и Гугла на продвижение, дает ли какие-то преимущества для SEO? Ну, как заявляют сотрудники поисковых систем, что это совсем разное дело, они никак не связаны. Ну, я, в принципе, согласен, да, но косвенно влияние может быть, потому что трафик все-таки идет на сайт, да, и поисковик, так как видит трафик, значит, он, ну, это для него тоже дополнительный сигнал. То есть косвенное влияние может быть, но прямого влияния такого нет. Другой вариант тонкого вопроса. Есть интернет-магазин одежды. Стоит ли в качестве SEO-текста вписать тексты из серии, как правильно подобрать платье, категории платья? Да, если, ну, то есть это частая практика, когда на сайте интернет-магазина есть раздел со статьями, и там разные полезные советы. И уже с карточек товара или с карточек, или, вернее, с категории можно ставить ссылки на эти статьи. Это, да, это хорошая практика. Вы таким образом и перелинковку более глубокую делаете, и если статья действительно полезная, на нее будет ссылаться, она будет давать вес обратно в каталог, ну, и так далее. То есть плюсов, в принципе, много. То есть стоит, да. На главной странице продвигается 5 основных запросов. В Гугле все они в топ-3, 5 Яндекса. А, в Гугле, короче, в топ-3, в Яндексе за пределами 100. Как быть в такой ситуации? Ведь если переделать страницу, скорее всего, Гугл просядет. Сложно, да, что-то предпринять, потому что, с одной стороны, что работает, не трогай, да, а с другой стороны, хочется, что и там наладить работу. Ну, тут нужно как-то пробовать потихонечку. Не весь сайт там переделать, а по разделам. То есть сначала одну страницу попробовать, или там один запрос поднять, в том числе в Яндексе. Но тут, опять же, нужен анализ, да. То есть тут нужно понять причину, почему так происходит. Много данных перелопатить. Может быть, со службы поддержки, там, Яндекса пообщаться. Вот, и уже на основе этого делать какие-то решения, принимать какую-то стратегию, строить. То есть вот так вот сходу, что предпринять, ну, такого нет. То есть там взять, например, второй домен зарегать и его продвигать под Яндекс, а второй под Гугл. То есть, ну, в принципе, как выход, но я бы разобрался с проблемой, потому что вы опять можете столкнуться с ней с разными сайтами. А если вы уже будете знать ответ, то тогда ничего вам не страшно. Сайт закреплен за моим городом. Если его поставить в мастере еще три города, он опустится. И стоп-три в моем город. Так, сейчас тут вопросы не очень понятные. Сайт закреплен за моим город. Вот, если его поставить в мастере еще три города, он опустится, и стоп-три в моем городе. Ну, судя по популярным вопросам, вот в мастеров, я так понимаю, что здесь имелось в виду, если добавить еще дополнительные регионы к сайту, опустится ли сайт в основном регионе, да? Ну, если вы регион не меняете, а просто добавляете, то обычно сайт, ну, ничего с ним плохого не происходит в нужном регионе. То есть, если вы там в Яндекс.Каталог добавили сайт, и вам еще там семь регионов добавили, в принципе, в Москве вы не просядете. Но, опять же, могут быть нюансы. Нужно смотреть сам сайт, что там с регионами и так далее. Посмотреть, как был Googlebot, уже не так работает, как раньше. Ага, это не вопрос. Ну, хорошо, в принципе, уже у нас, наверное, время. Сейчас вот еще есть какой-то вопрос. Поскольку ключей из семантического ядра группировать на одну страничку, максимум или минимум? На одну страничку, ну, максимум, может быть, сколько хотите. То есть, максимум тут ограничений нет. Ну, минимум одно. Ну, то есть, да, такой широкий ответ. Но, на самом деле, тут, опять же, примеры нужно смотреть. И важно опять ориентироваться на ожидания пользователей. Если они хотят это видеть на одной странице, а другое на другой, да, ну, как мы говорили про размер, например, или размер трубы, да, на одной страничке логично делать несколько размеров трубы, это удобно и для пользователя, и семантически можно все это в одну страничку впихнуть, вот, и продвигать одну страничку. Если это не размер трубы, а уже ее, там, бренд, то, в принципе, это уже нужно по разным страничкам группировать. Ну, то есть, это все нужно смотреть на конкретных примерах. Есть ли рекомендации по размещению естественных ссылок? Периодичность размещения? Да нету, таких рекомендаций нету, то есть, естественные ссылки, они в том и естественны, что нету никаких тут правил. То есть, вы можете их размещать сколько хотите, как хотите, ну, если они действительно, ну, по ним переходят люди, да, и они сделаны для людей, то тут нет никаких правил. То есть, как получится возможность разместить ссылку, сразу размещайте, не ждите, что вот, через неделю, я уже на этой неделе, там, три ссылки разместил, значит, я должен подождать, а потом буду искать площадки. Нет, каждый день мониторьте, вот, и если будет возможность, обязательно размещайте в любое время. Как быстро Google обрабатывает файл, добавленный в Disval, и выбирает эти домены и ссылки из списка в мастер Гугла? Есть ли такие данные? Ну, тут, значит, нюанс есть такой, что часто Google не отклоняет эти ссылки, если они не были убраны еще, ну, с самого ресурса, да, источник этих ссылок. То есть, если вы просто их добавили в Disval и при этом ничего больше не сделали, то, ну, чаще всего примеры вот у нас такие, что, ну, ничего не происходит. Вот, поэтому я по времени сказать не могу. А те, которые удаляют, вот, честно говоря, я не помню по времени, сколько это происходит. Это лучше спросить у Вити Карпенко, он с пингвином чаще работал, вот, я думаю, он сможет ответить. Так, я листаю, листаю вверх, а вопросы не кончаются. Возможно ли санкции за неправильную микроразметку? Я такого не встречал, честно говоря. То есть, не бойтесь сделать что-то неправильно, а потом все равно можно исправить. Ну, по крайней мере, что касается микроразметки, это точно. Не опасно ли покупать анкорные ссылки наподобие доставка цветов в контексте? У нас вы можете заказать доставку цветов быстро и качественно с трастовых и незаспамленных ресурсов с высокой посещаемостью. Я не знаю, что вам ответить на этот счет. То есть, опасно, не опасно. Если это трастовый, незаспамленный ресурс с высокой посещаемостью и ссылка будет в футере, да, то есть по ссылке явно никто ходить не будет, то и тематика, например, не про цветы и не про праздники, а, например, про новости в Украине, то, скорее всего, эта ссылка, да, это опасная ссылка. А если это сайт про подарки, и это не футери ссылка где-то там повыше, а может быть в статье, вот, и она про доставку цветов, то, в принципе, да, это нормальная ссылка. Как относитесь к полному безанкорному продвижению? Хорошо отношусь. Так, и тут был длинный вопрос. Есть брендовый запрос «Савамебель», наш сайт «Савамебель.ру» был на второй строчке «Яндекс. Выкинул из топ-100». Ничего не крутили. Более трастовый сайт «Савамебель.ру» через «Дефис» так и остался на первой строчке. Другие «Савамебель» по этой тематике остались в серпе. Что случилось и как бороться. Опять же, это нужно смотреть, анализировать. На первый взгляд, вот как сейчас я это вижу, возможно, была аффилиация этих доменов, то есть поисковики не допускают, чтобы в топ-10 находились сайты одного хозяина. И как это они оценивают? Либо по контактным данным, либо по названию, либо по ассортименту, то есть по разным признакам. И если это сайты очень похожие, то они просто оставляют один. Возможно, это ваш случай. А возможно, была какая-то другая причина. Нужно искать, да. Нужно анализировать, писать в техподдержку «Яндекса», спросить у них напрямую, что случилось. Вот они могут подсказать. Да, спасибо, друзья, вам. Я призываю организатора в чат. Да, мы в чате, мы не хотим, чтобы вы останавливались, конечно же. Мы готовы вас слушать очень долго, но тут делать все хорошее, когда... Мы лучше оставим еще какую-нибудь, наверное, возможность сделать конференцию или выступление в следующий раз. Ну, хорошо, договорились. Тогда, да, спасибо, вы ответили на максимально большое количество вопросов. Я думаю, все просто очень рады. И тогда мы с вами еще увидимся обязательно. Хорошо, да, спасибо вам. Отличная конференция. Всем спасибо за участие, тоже за ваши вопросы. Ну и, в общем, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok